Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги-партнеры. Дайте мне, пожалуйста, узнать в нашем чате, как меня видно-слышно. У нас есть специалисты, которые посмотрели записи вебинаров, сказали, что слишком сильно шумит, и есть фон какой-то у микрофона. Так ли это? Или слишком хорошо? То есть поставьте, пожалуйста, свои, там, я не знаю, до 10 баллов или просто плюсики. Ну, кто-то звездочки поставил. Спасибо Юрию. Вот, ага, 10, да? Значит, все, в принципе, хорошо. Рад вас видеть на вебинаре, который у нас посвящен теме презентации проекта компании Skyway Capital. Я так понимаю, что большинство из вас бывает на наших вебинарах регулярно. И сегодня наверняка большая армия партнеров компании Skyway Capital и потенциальных партнеров присутствуют, наверное, на экономических вебинарах, которые у нас были в 12-13 часов и будут в 19-20. И, в принципе, в основном освещались новости в мероприятии, которое называлось «Иннотранс». Цель данного мероприятия – это, скажем, донесение информации до потенциальных инвесторов, до потенциальных партнеров о том, что есть компания, которая выводит на мировой транспортный рынок своей деятельностью, новую инновационную транспортную систему, разработанную Анатолием Даровичем Веницким, который является автором струнных технологий. И, по сути дела, данное мероприятие строится, по сути, из двух частей состоит. Это первая часть – краткий, совсем краткий рассказ о технологии, о том, что делалось когда-то и делается в последнее время. Предложение инвестиционное компании Skyway Capital – это, ну и, в принципе, дальше ответы на вопрос. Цель данного мероприятия, как и цель целого ряда мероприятий, которые проходят в живом формате в городах и различных странах – это ознакомление новых людей с информацией о нашем проекте, с теми возможностями, которые, скажем так, для них открываются в нашем проекте. Поэтому, как мы всегда рекомендуем, приглашайте новых людей, приглашайте тех, кто, возможно, не услышал вас, если вы сами пытались донести информацию, для того, чтобы они получили информацию от кого-то третьего. Зачастую нас не слышат близкие люди, друзья, знакомые, родные, наши коллеги по работе, возможно, партнеры по бизнесу, потому что они нас знают кем-то другим, то есть тем человеком, которым мы были вчера, до того момента, как мы стали разбираться в информации о технологии Skyway, о том, что есть такой мир инвестирования, о том, что возможности инвестирования отличные в компании Skyway Capital. Они знают, зачастую, скажем так, источник, который является нейтральным, воспринимается проще, чем рассказы, особенно, скажем так, широкими раскрытыми глазами людей, которые вчера еще были просто инженерами, не знаю, врачами-стоматологами, учителями физкультуры и так далее, и так далее. В принципе, неважно, какая у вас специальность, по большому счету данная возможность предоставляется абсолютно любому человеку, проживающему на территории фактически всего земного шара. Вот об этом давайте и поговорим. То есть, как я в последнее время говорил на своих презентациях, что в львиную долю времени раньше у нас занимал рассказ о том, что было, потому что, в принципе, не так много было о чем рассказать, что проделан на сегодняшний момент. Сейчас ситуация очень сильно изменилась за последние буквально полгода, поэтому мы кратко обычно на наших презентациях проходим информацию касаемо истории развития струнных технологий и стараемся больше времени уделить уже инвестиционным предложениям компании Skyway Capital тем новостям, которые у нас озвучиваются в последнее время. Но, тем не менее, мы не можем на своей презентации обойти мимо краткую информацию касаемую развитию нашего проекта. И, конечно же, нельзя пройти, не упомянув, о человеке, который является сегодня главой нашей компании, человек, у которого в голове родилась эта идея, Анатолий Дарвич Юницкий, президент группы компании Skyway, генеральный конструктор струнных технологий, он же генеральный директор предприятия на территории Беларуси под названием «Струнные технологии», который занимается реализацией на практике данной технологии. И цель этой всей работы, демонстрация в конце этого года и в следующем году возможностей технологии Skyway, она сейчас называется именно так, Sky-небо, Вэй – это путь или дорога. И в дальнейшем цель всего этого – сертификация транспортных средств, транспортных систем в трех направлениях – грузовой, городской и высокоскоростной. Как раз все эти три направления представлены в струнных технологиях. И выведение данной транспортной системы на мировой транспортный рынок и в дальнейшем в планах генерального конструктора 30-50% всего мирового транспортного рынка будет занимать данной технологией. Кратко про Анатолия Дарыча Ницкого. Можно сказать следующее, то что родился он на территории бывшего Советского Союза, поэтому его называют российский, белорусский, советский ученый, предприниматель, изобретатель. Во время разработки и внедрения технологий, скажем так, многие структуры давали свои экспертные оценки, заключения. Одна из них – это Организация Объединенных Наций. Благодаря этим экспертным оценкам специалистов ООН выделяла денежные средства на развитие технологий, то есть было два тендера Организации Объединенных Наций и мог случиться третий, значительно более денежный. К сожалению, там, скажем так, проявила свою неповоротливость Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство иностранных дел. В 80-е годы прошлого столетия Анатолий Дарыч стал членом Федерации космонавтики СССР, который одна из первых увидела перспективность использования и внедрения данных технологий на территории Советского Союза. Он стал автором более 140 изобретений на сегодняшний день, и несколько десятков из них сегодня реализованы на практике. У него есть 18 монографий, более 200 научных работ, целым рядом из которых вы можете познакомиться на его сайте. www.unitsky.com Это адрес сайта. Вы можете себе его записать, зайти на эту страницу интернета и посмотреть большой-большой пласт информации, технической, экономической видеоматериалы, которые когда-то были опубликованы по технологии Skyway. Два фильма об Анатолии Дарыче Ницком, снятые еще в советские времена, первый из них «В небо на колесе», и второй уже, когда Беларусь стала самостоятельной страной. Три высших образования, которые Анатолий Дарыч получил в свое время, это инженер транспорта, патентное право изобретательства и проектирование строительства высотных зданий инфраструктурных сооружений, он сегодня применяет на практике в реализации данной технологии. Ну и нельзя, ой, простите, нельзя пройти мимо, скажем так, ролика, который демонстрирует, что из себя представляет данная технология. Это ролик о технологии Transnet, который обычно мы демонстрируем на наших себинарах, но сегодня, наверное, для того, чтобы больше поговорить о выставке на транс. Я сейчас включать его не буду, а кратко скажу, что данная технология, она из себя представляет транспорт второго уровня, у которого огромное количество преимуществ по отношению к тем транспортным системам, используемыми нами в повседневной жизни. А это системы такие, как автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, водный и воздушный транспорт. И, в принципе, каждая из этих транспортных систем сегодня применима в различных, скажем так, от направлениях передвижения, перемещения людей, грузов, но каждый из них обладает и большим количеством недостатков, большинство из которых как раз-таки устраняют технологии, разработанные Атолий Дарычем Ленинским. Данные преимущества технологии, вы видите, основные, перечислены на слайде, то есть низкая себестоимость строительства и оказания транспортной услуги. Когда-то мы приводили цифры, что километр автомобильной дороги стоит в среднем от 5, 10, 20 и до 50 миллионов долларов США. В среднем километр дороги, которая будет возведена по технологии SkyWay, и это у нас, скажем так, отражено в различных печатных изданиях информация, стоит порядка 1-3 миллионов долларов США. То есть это значительно дешевле, чем то, что мы сегодня видим, то, что, скажем так, строится сегодня в разных уголках Российской Федерации, не только. Низкое энергопотребление, минимальный землеотвод, вот, например, для такой, чтобы дороги, чтобы ее построить, дорога второго уровня, где транспортные средства, скажем так, находятся на втором этаже, люди совершенно спокойно могут перемещаться по поверхности земли, не опасаясь, что на них кто-то наедет и собьет. Землеотвод требуется в сотни раз меньше. Для того, чтобы возвести данные дороги, не нужно будет передвигать огромное количество, скажем так, земли. Вы знаете, что для того, чтобы дороги были более минерованные, там делаются насыпи, либо наоборот, скажем так, роются тоннели, то есть это огромный объем работ, это затрачивание огромного количества денег и так далее, и так далее. Всего этого будет не нужно, если мы будем строить дороги по технологии, разработанной низким. Высочайший уровень безопасности. Ну, причины можно первые, самые простые назвать три. Первый я уже назвал. Транспорт поднятый землей, да, люди совершенно спокойно гуляют по земле. Запас прочности путевой структуры по отношению к нагрузкам, которые она несет при передвижении транспортных средств, минимум 10-ти кратно и даже до 100-крат, да, то есть при разном исполнении дорог по технологии Skyway. Ну и каждое транспортное средство, которое будет перемещаться по путевой структуре Skyway, по струнным рельсам, которые подняты на земле, будет снабжено специальным противосходным устройством, то есть которое будет не позволять, скажем так, смещаться, переворачиваться транспортному средству. Это очень важно. Высокий уровень автоматизации, то есть цель создать полностью автоматический транспорт и исключить человеческий фактор из участия в процессе перемещения, скажем так, грузов и людей по планете, да, что за собой влечет огромное количество аварий. Более миллиона, по некоторым данным, и до полутора миллионов людей ежегодно погибают в различных автомобильных катастрофах и авариях. Высокие скоростные показатели, потому что технология затрагивает, как я вам говорил, три сегмента транспортного рынка. Грузовой сможет передвигаться, транспорт со скоростью 120 км в час, городской до 150, и междугородний, международный до 500, и даже сейчас речь идет о 600 км в час. Минимальные эксплуатационные расходы, то есть, если даже отнести один факт, озвучить, да, то есть, как заявляет генеральный конструктор, что единожды построенный эстакадо может служить сто лет. Ее не нужно будет, скажем, ремонтировать каждые полтора, два, три года, как это происходит с нашими автомобильными дорогами, либо с железными дорогами, когда перестилаются рейсы и так далее, и так далее. Можно использовать возобновляемые источники энергии, скажем так, технологии экологически чистые, отсутствуют вредные воздействия на самого человека, который будет передвигаться транспортным средством из-за низкого уровня шумов, высокий уровень комфортности, да, вот, и экономия времени и финансовых затрат, как на возведение, так и, скажем, на использование данной технологии в различных уголках земного шара. И важно для людей, которые будут в дальнейшем инвестировать свои денежные средства в строительство дорог, это могут быть частные компании, корпорации, которые могут, скажем так, строить дороги для разработки каких-либо полезных ископаемых, для доставки этих полезных ископаемых, например, в порты либо на обогатительные фабрики, быстрый срок окупаемости этих дорог, потому что действительно стоимость оказания транспортной услуги порой в десятки, даже более раз дешевле, чем то, что мы имеем на сегодняшний день. Еще одна из преимуществ данной технологии можно отнести к тому, что данный транспорт можно считать всепогодным. Такие явления природы, как сильный дождь, сильный ветер, сильный снегопад, да, то есть наводнения, которые периодически случаются в разных уголках земного шара, а у нас вот в Российской Федерации, например, периодически это есть тот же Краснодарский край, который страдает в последнее время, либо Хабаровский край, Дальний Восток, да, то есть постоянные поводки и так далее. Дороги размываются, мосты сносятся реками, соответственно, транспорт там не ходит, доставлять грузы сложно. Данная технология нам позволит, скажем так, точнее, не обращать внимания на подобные явления природы. Это очень важно. Кратко, буквально совсем, в двух словах об истории струнного транспорта, да, потому что условно ее можно разбить на четыре этапа, и мы сегодня находимся на четвертом. И именно на четвертом этапе было принято решение выбрать схему финансирования строительства тестового участка, либо тестового полигона, как мы называли это раньше, да, посредством схемы краудинвестинга. То есть, в конце концов, Юницкий обратился к обычным людям, физическим лицам, именно тем, кому и нужен высокоскоростной, безопасный, экологически чистый, доступный по деньгам, да, и комфортный транспорт с целью привлечения инвестиций для строительства тестового участка, на котором можно продемонстрировать все возможности и преимущества данного вида транспорта и сертифицировать его с целью выведения на мировой транспортный рынок. Но хочу добавить одно, то, что, в принципе, такое уже было один раз сделано, да, правда, не на деньги частных инвестиций, инвесторов, скажем так, а по сути дела на деньги и государственных структур в том числе. Вот. То есть, это было сделано на третьем этапе развития технологии, а всего этапов четыре и мы сегодня находимся на четвертом. На первом этапе с конца 70-х по 90-й год в середину были такие важные события, да, явления, как первая заявка на изобретение, первая публикация научная о струнном транспорте в том числе, первая научная практическая конференция на территории Белоруссии в 80-х годах по неракетному освоению космоса и о струнном транспорте нам впервые как раз заговорили. Это первый грант Советского фонда мира на развитие технологий. Второй этап, это уже своя научная школа у Юницкого, большое количество продувок и испытаний в аэродинамической трубе по приданию наиболее обтекаемой формы будущему подвижному составу. В первую очередь, речь шла о городском, точнее, о высокоскоростном транспорте. Первая демонстрация первых действующих физических моделей, это все было на втором этапе. Был получен первый грант организации Объединенных наций именно в это время. И по сути, на бумаге отработана технология первого поколения. Третий этап, как я вам говорил, был важным и знаковым, потому что именно в этот промежуток времени, с 2001 по 2009 год, у Анатолия Дарвича Черницкого был свой собственный тестовый полигон, тестовый участок. Площадь была небольшая, около 170, скажем так, метров струнной эстакады, на которую сбирался более 12 тонн ЗИЛ на стальных колесах. Но данный промежуток времени был важен в истории технологий, потому что первая технология узнал весь мир. Целый ряд международных делегаций посещали тестовый полигон в подмосковном городе Озер и убедились, что из себя представляют увидели транспорт недалекого будущего. То, что это реально, то, что это возможно. Целый ряд государственных структур, относящихся к миру науки, техники и транспорт, подавался экспертной оценки и заключения. На полигоне было проведено большое количество испытаний, отработан целый ряд методик. По сути дела в этот момент шла речь о втором поколении технологий струнного транспорта. В это время были заключены государственные контракты о строительстве дорог в целом ряде регионов Российской Федерации по струнным технологиям. Именно в это время был выделен второй гранд организации обменных наций. И казалось бы, все шло к тому, что данная технология должна начать реализовываться. Тем более, что в конце этого периода, третьего этапа, технология была представлена президентом страны, тогда им был Дмитрий Медведев. Был госсовет, были губернаторы всех областей, всех регионов Российской Федерации, были профильные министры. По-разному на это отреагировали. И сам Медведев к этому подошел с одной стороны серьезно, с другой стороны может быть даже тоже улыбался там себе в кулак. Но было принято решение и дано распоряжение Минтрансу Российской Федерации Министерства транспорта изыскать около миллиарда рублей на реализацию данной технологии. Но все в итоге закончилось тем, что через неделю после данного принятого решения полигона в подмосковном городе Овер не стало. Его разобрали буквально в считанные часы и камня на камне практически не оставили. Было сказано, что это важный объект, государственная земля, здесь что-то будет построено, до сих пор ничего не построено. Но важно, что Юницкий уже увидел в действии свою систему. Как я сказал, были проведены испытания, был отработан целый ряд методик и продолжились работы по привлечению инвестиций. То есть нужно было снова начинать практически с нуля для того, чтобы продемонстрировать возможности транспорта. И в 2013 году, после того, как было проведено большое количество переговоров, Юницкий принял решение оценить свою собственность интеллектуально. Она была оценена независимыми европейскими компаниями, у которых есть на этой лицензии сумма, превышающая 400 миллиардов долларов США. На основании интеллектуальной собственности была осуществлена регистрация предприятия компаний на территории Великобритании и было принято решение привлекать инвестиции посредством народного инвестирования либо краудинвестиций. Чем мы в принципе сегодня и занимаемся? Вообще основная цель компания Skyway Capital и группы компаний Skyway это сегодня строительство экотехнопарка, так это называется, на территории Республики Беларусь. У нас строительство сегодня идет полным ходом и цель это демонстрация возможности транспорта Skyway. В дальнейшем, как я уже говорил, сертификация этих видов транспорта всех трех и выход на мировой транспортный рынок. Людям было предложено на выгодных условиях стать совладельцами технологий. То есть они смогли за незначительные деньги стать обладателями серьезных пакетов долей компании. Потенциальный, скажем так, рост этих долей следующий. То есть к 2017 году предполагаемая цена каждой отдельной взятой доли один доллар США. Сегодня люди приобретают их за ценкой либо за десятой долей ценкой, если это связано, скажем так, в эквиваленте доллар США. А на выходе будет минимум доллар. Поэтому каждый может инвестировать по тем возможностям, у которого они есть. И каждый сегодня еще имеет возможность стать совладельцем данной технологии и в дальнейшем получать доход от того, что она будет реализована в разных углах земного шара, будет приносить прибыль, а вы будете получать либо дивиденды, либо просто на каком-то этапе продадите какое-то количество долей компании, тогда она сильно будет расти в цене. И окажетесь в большом плюсе. На данном слайде вы видите те структуры, которые давали свои экспертные оценки заключения в момент существования полигона в подмосковном городе Озер. Это в первую очередь институт проблем транспорта Российской академии наук, который выделил целый ряд преимуществ по отношению к другим технологиям. Вы это легко можете найти на сайте Юницкого, на сайте Skyway Capital. Сибирское отделение Российской академии транспорта, Госстрой России, Министерство экономики и транспорта уже тогда давало свои заключения. Российская инженерная академия, Петербургский госуниверситет по теоретям сообщения, ООН, мы с вами говорили, всего было получено более 50 патентов на различные ноу-хау, которые Юницки сегодня применяют в своей технологии, и на различных международных форумах, выставках, ярмарках, посвященных теме науки, техники, транспорта в первую очередь было получено большое количество призов, в дипломах и наградах. В 2014 году пришла первая инвестиция в наш проект, и важной вехой в 2014 году стало открытие нашего научно-производственного предприятия в Республике Беларусь. Это было 21 мая, когда появились первые конструкторские инженерные кадры. Лично Анатолий Дарвич Юницкий занимался подбором персоналов. В 2015 году который стал, наверное, поворотным, потому что именно в 2015 году компания определилась с участком местности, за который было принято решение бороться. Это было в январе 2015 года, а в июне мы этот участок получили в собственность, точнее, на долгосрочную аренду. Это Минская область, недалеко от города Марина-Горка, Пуховичский район. В июне месяце, 22 июня, состоялся тендер, точнее, аукцион, извините, а в 29-го была сделана запись в единый государственный регистр недвижимого имущества Республики Беларусь, номер вы видите на данном слайде, о том, что данная земля закреплена за предприятием струнной технологии генеральным директором которого является Анатолий Дарчинец. Далее, целый ряд переговоров был проведен и в Южной Америке, и в Объединенных Арабских Эмиратах. И был намечен, скажем так, план дальнейшего взаимодействия с нашими потенциальными партнерами в применении данной технологии как в Южной Америке, так и на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Вплоть до того, что была предложена концепция строительства линейного города на территории Эмирата Абудадь. Далее, летом были проведены первые изыскательные работы, то есть первые пробы грунта на территории будущего Экотехнопарка недалеко от города Марина Горка. Это был июль месяц. Был проведен субботник, на котором мне лично довелось участвовать. Это было, если не ошибаюсь, 17 июля. И, по сути дела, началось активное строительство на территории Экотехнопарка. В сентябре наше конструкторское бюро и территорию Экотехнопарка посетил Ротхук, экс-министр транспорта в Южной Австралии, который сегодня является, возглавляет руководителем нашего австралийского предприятия SkyWay. И этот человек четыре дня был на выставке на Транс, которая прошла в Берлине и закончилась прошлую пятницу. Далее, в сентябре же месяце был получен так называемый международный инкопиционный код ценной бумаги, процедуру которой проходят все компании, публичные акции которых сегодня котируются на международных биржевых площадках. Далее, в сентябре, точнее, здесь, извините, выбил меня из комнаты. Процедура закладки нулевого километра дороги SkyWay, да, это сделано как раз недалеко от города Мариногорка на территории Экотехнопарка, была проведена международная конференция, на которой присутствует несколько десятков наших инвесторов из целого ряда стран и они приехали еще на территорию Экотехнопарка высадить свое именное дерево. Сейчас уже огромное количество таких деревьев растет на территории Экотехнопарка. У нас проходила акция под названием «Посади дерево», были специальные пакеты для этих людей. Что еще хотелось бы отметить по 2015 году, то, что в конце ноября руководство группы компании SkyWay приняло решение двигаться в направлении привлечения инвестиций еще и по схеме называемая рассрочка. То есть нашим инвесторам предложена возможность инвестировать незначительные суммы ежемесячно, на выходе иметь серьезные долевые пакеты компаний. То есть люди могут незначительные деньги вкладывать ежемесячно, это им удобно, комфортно, но это и выгодно компания, потому что мы заранее наперед, за 8, за 9, за 10 месяцев вперед, можем видеть, какие деньги потенциально придут в наш проект, и эти деньги мы можем, скажем так, планировать на те работы, которые необходимо провести для реализации нашей технологии. У группы компаний есть четкий 15-ти этапный план внедрения технологий с 2014 по 2018 год, сегодня мы заканчиваем седьмой этап развития технологии, то есть соответственно закрываем все те работы, которые необходимо было сделать, найти перечень этих работ можно в личном кабинете каждого партнера, то есть есть отдельный документ с планом развития нашей компании. И рассрочка сегодня показала свою деятельность, более 90% инвестиций посредством краудинвитинга приходят к нам по рассрочке. Как я вам сказал, это удобно людям, это удобно руководству компании, это удобно нам. Это был 15-й год. 16-й год ознаменовался сразу тем, что в начале года Анатолий Дарвич Юницкий написал письмо Дмитрию Медведеву, в котором поблагодарил за то, что тот обратил внимание на технологию Skyway в 2009 году на госсовете. И написал, что мы нашли ответ на ваш вопрос. Вопрос был такой, найдете инвестиции, пожалуйста, занимайтесь. Найдете деньги, строите. Что деньги мы нашли, столетие-то у нас идет полным ходом и пригласил его поучаствовать, скажем так, и увидеть лично демонстрацию транспорта Skyway в конце этого года на территории Республики Беларусь. Также в 2016 году было очень важное мероприятие, которое состоялось в Минтрансе Российской Федерации. Экспертный совет Министерства транспорта 11 февраля признал технологию, разработанную Министерством инновационным. А рабочая группа данного комитета экспертного совета 25 марта признала эту технологию еще и перспективной. Перспективной, воспользованной в первую очередь на территории Российской Федерации. Транспортному, точнее, Комитету по импортозамещающим технологиям поручено активное взаимодействие с предприятием струнной технологии, которое обладает Министерством целью дальнейшей, скажем так, практического применения данной технологии. То есть, сначала выявление действительно преимуществ по сравнению с теми технологиями, которые мы имеем. То есть, взаимодействие сейчас происходит и, конечно же, большинство структур, большинство, скажем так, потенциальных партнеров сейчас ждет той самой демокрации, которая должна произойти на территории Экотехнопарка. Но важно, одно из важных мероприятий, которое, скажем так, было запланировано на этот год, уже состояло. Сейчас буквально два слова о нем. Но на данном слайде вы видите планы, которые были в начале года у компании Skyway на то, что должно быть сделано на территории Экотехнопарка. Первое, это демонстрация городской трассы Skyway и легкой трассы Skyway. У нас так называемые юнибайки есть, я думаю, многие из вас их уже видели. Параллельно сейчас идет строительство грузовой транспортной системы, то есть, это установка тех же самых анкерных опор, промежуточных опор, это погрузочный-разгрузочный терминал. Планы закончить строительство к концу 2016-го, начало 2017-го года. 2017-й год это продление, скажем так, городской трассы до 15 километров с целью строительства и демонстрации возможностей высокоскоростного Skyway. Важным мероприятием, которое было весной этого года, называлось оно Экофест, проходило на территории Беларуси, было более 700 наших инвесторов, длилось два дня. Первый день, это как раз-таки посещение территории Экотехнопарка, то есть, инвесторы, которые проинвестируются в денежные средства в 2014-2015, в этом году, своими глазами смогли увидеть, что проделывалось на тот момент, то есть на апрель месяц. Ну и, конечно же, важным мероприятием было мероприятие под названием «Инотранс». О нем очень много говорилось, о нем очень много говорится в новостях нашей компании, то есть большое количество видеоновостей, и все это вы можете найти непосредственно на сайте нашей компании. Хотя на данном слайде вы видите, скажем так, совсем небольшой перечень слайдов, фотографий, которые мы разместили на данном слайде, чтобы продемонстрировать, что данное мероприятие было. Вы видите здесь руководство, компанией Skyway Capital, Евгений Кудряшов, это Род Хук, который возглавляет наше австралийское предприятие, то есть человек, который четыре дня присутствовал на выставке, который подробно давал информацию заинтересованным лицам, представителям других компаний. Виктор Бабурин, заместитель генерального директора по развитию, также присутствовал на выставке и способствовал максимально тому, чтобы, скажем так, донести информацию до тех людей, которые приходили на наш выставочный, скажем так, экспозиционный центр, можно назвать, на наш стенд. И, в принципе, как говорил Виктор, что голосовые связки его напряжены постоянно, он постоянно делился информацией с окружающими людьми. У нас действительно были как простые посетители, и те инвесторы, которые уже проинвестировали в нашу технологию, так и руководители, скажем так, соседних компаний, «Семенс», который находился рядом с нами. И, в принципе, экспозиционный стенд нашей компании, вот вы видите слайд посередине внизу, который демонстрирует, что возле нашего стенда постоянно было людно. То есть, людям было увидеть настоящую инновацию, а не какое-то усовершенствование тех видов транспорта, которые, в принципе, уже известны на сегодняшний день. Трамваи, электрички, тепловозы, электровозы и так далее, и так далее. То есть, это тот транспорт, к которому люди привыкли. И, к сожалению, большинство специалистов транспортной отрасли называют инновацией применения нового типа кондиционера, возможно, новые оплетки кабелей и так далее, и так далее. Кресло более комфортное, в котором наушники встроены не с левой стороны, например, куда втыкаться, а справа, и так далее, и так далее. Но, как сказал именно Родхок, что настоящая инновация у нас на стенде. И, в принципе, действительно, те из вас, кто не отслеживал подробно новости развития, скажем так, самого мероприятия на территории Евросоюза, в Берлине. И, кстати, на эту выставку нас пригласили. То есть не мы сами околачивали пороги каких-либо организаций, просили, да, пустите нас, мы хотим вам кое-что показать. А именно, приглашение пришло непосредственно от устроителей данного мероприятия. Если вы сейчас видите мой экран, я просто хочу вам показать, где вы можете найти подробно и почитать о том, что было мне на трансе. Это раздел новостей в разделе событий личного кабинета новости и вы можете найти. Кстати, одно из последних действительно новостей, касаемых инотранс, это вот, например, интервью с представителем компании Enterprise Island Джона Маги, который предполагает возможное использование данной технологии, данного вида транспорта на территории Ирландии и в первую очередь в этом будет задействован, скажем так, туристический сегмент, да, то есть они обратили внимание именно на унибайки. То есть удобный транспорт, люди смогут спокойно передвигаться, он удобен, скажем так, с точки зрения озирания вокруг, окрестностей и так далее, и так далее. То есть серьезные компании обратили внимание на развитие нашей технологии. Это инотранс. Я вам показал раздел новостей, где вы можете подробно ознакомиться с большим количеством роликов, с информацией по конференции, которая прошла по окончанию данного мероприятия. Около часа, скажем так, длился рассказ о том, что было проделано. Это говорил потом было, скажем так, праздничное мероприятие, посвященное данному событию. Но очень важно, как бы на этом все не заканчивается. Важно отметить следующее, что помимо того, что было инотранс, с 14 сентября, вы видите на данном слайде, Министерство транспорта и коммуникации Республики Беларусь пригласило компанию струнной технологии и лично генерального директора Анатолия Даровича Щерницкого принять участие в Белорусской транспортной неделе в выставке, которая называется «Транспорт и логистика-2016». Она пройдет с 4 по 6 октября и будут принимать участие в данном форуме компании из Автрии, Латвии, Литвы, Польши, Россия, Украины, Франции, Швеции, Белоруссии в том числе. Большое количество белорусских машиностроительных предприятий и одним из этих предприятий будет наша компания. Это тоже большой плюс. Все больше и больше о технологии узнают во всем мире. Огромное количество средств массовой информации делали публикации до Инотранса о технологии Skyway. А после Инотранса, я думаю, количество этих средств массовой информации будет только увеличено. Печатные издания, интернет-издания. Только РЖД-партнер, о котором мы говорили, что он когда-то посвятил статью нашей технологии, за время Инотранса трижды печатал на своих ресурсах информацию о струнном транспорте Девницкого. Австралийская радиостанция вела, скажем так, более чем 10-минутную передачу, посвященную тому, что транспорт Skyway, потенциал которого будет в ближайшее время использоваться на территории Австралии, Ротху, кстати, посетил этим летом второй раз территорию Экотехнопарка. Еще раз, скажем так, были удивлены тому, что был проведен большой объем работ по строительству, созданию Экотехнопарка, по созданию транспортных рест. Активно сейчас занимает популяризация нашего проекта в Австралии. И высока вероятно, что к концу 16-го года на территории Австралии уже начнется строительство. Была и остается, скажем так, возможность строительства трассы на территории университета Флиндерс, то есть об этом речь идет, передвинута ближе к 18-му году, но уже есть другие места, где будут строиться дороги по технологии, разработанные Ницким. И к этому приложил большие усилия сам непосредственно бывший министр транспорта Южной Австралии Ротхук, который, как я вам говорил, сегодня возглавляет нашу австралийскую компанию. За время, где-то с конца экофестиваля, то есть с мая по сегодняшний день, прошел целый ряд международных конференций. Дважды прошло, скажем так, заседание Выездного комитета Государственной Думы Российской Федерации на территории Крыма. И Кирилл Бадулин, специалист нашей компании по адресным проектам как раз в первую очередь, предложил целый ряд решений в сфере транспорта и инфраструктурных, скажем так, проектов на территории Республики Крым. То же самое было сделано на территории Словакии, был заключен договор со Словацким транспортным университетом и цель этого взаимодействия в первую очередь как раз-таки создания адресных проектов на территории Словакии и центральной группы в целом. То есть работы ведутся каждый день, ведутся переговоры. Тот же Виктор Баборин, заместитель генерального директора нашего, по приглашению Министерства иностранных дел Республики Беларусь принимал участие в мероприятии в Танзании и он представлял Белоруссию с технологией Skyway. И вот то, что нас пригласили на мероприятие под названием Белорусская транспортная неделя, это тоже большой плюс. То есть все более и более нас признают в Белоруссии. И многие из вас даже знают, что по телевидению Белоруссии уже не раз рассказывалось о том, что есть технология Skyway и более трех минут, скажем так, в центральных новостях на канале Беларусь-1 давалась информация о как раз-таки Эко-технопарке о том, что на территории Белоруссии строится транспорт будущего. Теперь непосредственно давайте перейдем к предложению компании Skyway Capital. То есть в принципе именно Skyway Capital занимается сегодня привлечением денежных средств. То есть мы работаем как инвестпроводящая система, являясь официальным партнером группы компании Skyway по привлечению инвестиций. Зарегистрирована компания была в Великобритании в 2014 году. Работаем мы на платформе Крайлот Инвестинга, как это делала тогда-то компания РСВ Систем. И цель опять же привлечения финансов с целью финансирования строительства Эко-технопарка. Финансируют нас частные лица, физические лица. Сегодня, если не ошибаюсь, 78 стран, в территории которых у нас проинвестирован наш проект. Соответственно, все, что мы делаем, оно способствует выведению инновационного транспорта на мировой транспортный рынок. Задачи, которые поставлены были еще в 2014 году, точнее в 2015, извините, мы начали свою деятельность в феврале 2015 года, 24 числа, состоялась первая презентация. Это привлечение максимального количества инвесторов в наш проект на базе микрофинансирования. Сегодня мы предлагаем отличные условия для абсолютно фактически каждого человека, проживающего в разных странах земного шара. То есть, каждый может стать совладельцем нашей технологии по тем возможностям, которые есть у него. Микрофинансирование, то есть, даже вложение незначительной суммы денег позволяет вам стать в итоге крупным инвестором нашего проекта и получать очень серьезный доход в будущем. Данная возможность по сути дела напоминает себе то, что происходило в конце 70-х годов, в первую очередь на территории Америки, потому что именно там пошел взрыв или бум развития IT-технологий, интернет-технологий, компьютерной технологии. Именно тогда появились такие люди активные, как Стив Джобс, Билл Гейт, Майкл Делл, которые руководили своими компаниями, предлагали людям проинвестировать их проекты и по сути дела говорили, если вы сделаете это сегодня, то вы станете миллионером в недалеком будущем. Мало людей поверили, но именно те, кто поверили, стали миллионерами, миллиардерами. Мы же с вами говорим о транспортной технологии, а транспорт сегодня затрагивает более 90% населения Земли. Кто-то чаще, кто-то реже им пользуется. Денежная емкость транспортного рынка сегодня превышает емкость рынка IT-технологий, невзирая на то, что интернет развивается, огромное количество устройств выпускается. Кстати, если мы посмотрим, применение только одной технологии, интернет-технологии, изменило очень сильно жизнь людей в целом. Мы стали использовать эти сервисы, которые стали появляться. Сегодня благодаря интернет-технологиям общаемся с вами. Люди получили возможность обучаться, люди получили возможность пользоваться большим спектром банковских услуг, приобретать товары, услуги, не выходя из дома, не одеваясь, даже лежа в постели. Все это сегодня позволяет интернет. Появилось большое количество новых специальностей, высококвалифицированных, появилось огромное количество устройств, новых заводов, которые эти устройства выпускают. То же самое будет происходить, когда мы будем внедрять технологию SkyWay. Появится большое количество предприятий, которые будут экологически чистыми, выпускать необходимые узлы и агрегаты для транспорта SkyWay. Появится большое количество высококвалифицированных рабочих мест, и в тех местах, где будут строиться дороги по технологии SkyWay, средний уровень жизни людей значительно вырастет. Далее, одна из задач, которую мы ставим перед собой, это создать благоприятные условия, чтобы вам было удобно разобраться в информации, стать нашим инвестором, не выходя из дома, как я уже говорил, имея устройство для выхода в интернет и собственно сам интернет. Получить информацию необходимо, получить ответы на вопросы от службы технической поддержки, от отдела информационной поддержки в Москве, работающего с 10 до 19 часов по московскому времени. И конечно же, обеспечить максимальную прозрачность тому, что делаем мы, то, что можете делать вы, и снабжать вас своевременно информацией о развитии проекта, в целом технологии, о развитии проекта компании SkyWay Capital. Инвестиционные возможности сегодня у нас есть различные. Я сейчас буквально кратко остановлюсь на тех пакетах, которые действуют пока еще сейчас, но хочу добавить следующее. Точно числа назвать не могу и временем, но информация о том, что скоро будет переход на восьмой этап развития изменения дисконта, она уже есть. Соответственно, вот эти пакеты долей компании, которые вы сейчас видите, это стандартные проекты, они будут действовать еще какое-то время. Иногда люди задают вопрос, когда выгодно стать инвестором в наш проект? Сегодня, потому что вчера уже вернуть нельзя, сегодня еще можно стать инвестором на тех условиях, которые вы видите. Минимальный уровень доходности или дисконт, у нас третий столбик на данном слайде, составляет от 36 раз до 350 раз. То есть такое количество раз могут вырасти ваши инвестиции, которые вы можете сделать сегодня в наш проект. Как я говорил, даже если у вас всего 15 долларов США, это порядка 1000 рублей, вы можете стать владельцем пакета из 540 штук долей компании. Как я говорил, потенциально они могут вырасти до 1 доллара США к концу 2017 года. Дальше по мере развития нашего проекта, по мере развития технологии, применения ее в жизни, то, что эта технология начнет приносить пользу людям, стоимость каждой доли будет только расти. Плюс у нас еще есть инструмент, позволяющий вам количество этих долей увеличить, при этом не затрачивая каких-то больших денежных средств. Хотелось бы обратить внимание на пакет, например, если мы говорим об инвестициях, много людей говорят инвестиции, там меньше 50-100 тысяч долларов это не инвестиции, если говорить о проектах, которые применимы во всем мире. Какой-нибудь серьезный бизнес создать, либо купить недвижимость, потом сдавать ее в аренду и в течение нескольких лет, может быть, десятков лет окупать эту недвижимость и так далее. Ну вот пакет, который стоит 100 тысяч долларов США, на выходе вы получаете 180 тысяч долей нашей компании. Это в стандартном прайс-листе. Пока еще действуют пакеты на транс, его не убрали из нашего прайс-листа, то есть задумывался он таким образом, что на протяжении 4 месяцев человек мог выплачивать по 1000 долларов не позднее, чем через месяц после покупки первого пакета, июнь, июль, август, сентябрь. Как раз это было 4 месяца до мероприятия в Берлине. И он мог получить сначала 235 тысяч, а не 180 тысяч. Вы видели, да? В стандартном прайс-листе я выделил. 180 там было. Второй раз, если он оплачивает не позднее, чем через месяц, 270 тысяч, третий, 290 и четвертый, 300. Это время можно сжать. То есть людям было позволено приобрести данный пакет в течение одного дня, в течение пяти минут. Они могли сделать 4 оплаты по 1000 долларов и это все приобрести. Сегодня пока данный пакет действует. Далее у нас в прайс-листе есть пакеты, которые стоят единоразовая оплата от 5000 до 50 тысяч долларов. В первую очередь это для людей, которые проживают на территории стран Западной Европы, Центральной Европы, там где высокий уровень дохода. И данные пакеты позволяют людям приехать на территорию Котехнопарка высадить свое именное, эксклюзивное дерево редкой породы. Очень высокий дисконт на этих пакетах от 280 до 335 раз возрастают ваши денежные средства. Любой человек, который эти пакеты приобретает, фактически потенциально становится миллионером. Далее, для тех людей, которые используют этот инструмент, о котором я говорил, это партнерская программа. То есть если вы способствуете своей деятельностью популяризации нашего проекта, заносите информацию до окружающих, то от того товарооборота, либо скажем так, от тех сумм инвестиций, которые делают по вашим рекомендациям людям наш проект, вам идет определенное начисление денежных средств. В соответствии с процентной раскладкой, о которой мы подробнее рассказываем по вторникам и пятницам, это называется партнерская программа либо маркетинг-план. Вам начисляются денежные средства на бонусный национный счет. Так вот, для людей, которые активно развивают партнерскую программу, зарабатывают деньги, есть возможность приобрести 4 выгодных пакета с отличным дисконтом стоимостью от 250 долларов до 1800 долларов. Есть пакеты, которые, как я говорил, были запущены в конце ноября прошлого года, а с января действуют уже привычные нам пакеты по рассрочке стоимостью 25, 50, 100 и 200 долларов ежемесячно. Название вы видите на слайде. И у каждого нашего инвестора есть возможность получить в итоге на выходе от 26 250, от 26 250 акций до 405. Но если вы сделаете еще там два простых шага, есть дополнительные условия, дополнительная бонусная программа, если вы сделаете двойной платеж, например, по мере движения по рассрочке, а двойной платеж у нас считается, купили один пакет и в течение 24 часов не позднее, купили второй. Соответственно, вам дополнительно будут начислены от 9 до 144 тысяч акций в зависимости от пакета, который вы оплачиваете. Есть пакеты, которые подразумевают рассрочку больших сумм ежемесячно, опять же, это в первую очередь ориентирован на рынок развитых стран. Кстати, на территории Европы очень активно развивается у нас инвестирование в последнее время, бизнес по партнерской программе, люди зарабатывают деньги и помогают нам популяризировать проект и привлекать инвестиции в реализацию нашей технологии. Итак, пакеты стоимостью от 500 до 5000 долларов США с выгодным дисконтом на 10 месяцев можно приобретать по прайс-систу нашей компании. Для несовершеннолетних детей у нас есть два пакета, которые вы можете оформить на них. На детей от нуля, как грубо говоря, до 17 лет. Один маленький акцент. Когда вы приобретаете какой-либо из пакетов, неважно, возле каждого из них есть кнопочка подробностей. Ознакомьтесь с условиями. Вот эти данные пакеты можно оформить только на тех, кому нет 17 лет. Поэтому, если вы вдруг решили оформить этот пакет на себя, то вы этого сделать не сможете. Поэтому, будьте, пожалуйста, внимательны. Это пакеты на ваших детей либо внуков, если вы являетесь по отношению к ним, там, ампекуном и так далее. Итак, у нас есть возможность еще, помимо того, что получать прибыль от каждого построенного километра дорог в будущем виде дивидендов, это создать свой собственный бизнес на базе партнерской программы. У нее большое количество преимуществ, выгод. Ну, некоторые из них мы выделили на данном слайде. Даже проинвестировав всего 15 долларов в США, я уже говорил, вы можете стать крупным инвестором нашего проекта. Мало того, если вы развиваете партнерскую программу, у нас есть 6 квалификационных ступенек либо уровней, вы можете расти в квалификации только в одностороннем направлении, то есть в сторону роста. Вы никогда не можете падать на предыдущую квалификацию, потому что вас никто не заставляет каждый месяц делать жестких объемов, что-то выкупать, кому-то что-то перепродавать. То есть, что будет сделано, то будет сделано. Мало того, партнерская программа у нас накопительная, все, что делается вами и вашими партнерами, накапливается и однозначно толкает вас к более высокой квалификации. Высокий процент выплаты вы можете получать в зависимости от вашего квалификационного уровня до 20% от непосредственных рекомендаций и привлечения инвестиций. И до 24 уровня глубины можете получать от 0,1 и до 7% на втором уровне. Никто вас не ограничивает в количестве людей, которые вы можете пригласить за собой. И очень важный момент, то что, как я говорил, вам начисляется вознаграждение за вашу проделанную работу на бонусный счет, и у нас еще есть акционный счет. Акционный счет сегодня, на него начисляется половина суммы, которая идет на бонусный, и это подарок. Пока это подарок для тех, кто активно строит партнерскую структуру, популяризирует наш проект. И эти деньги, которые на акционном счете, вы можете потратить только на приобретение пакетов долей компании. Это то, что я говорил. Вы даже можете потратить всего 15 долларов, активно развивая партнерскую структуру, накапливая средства на акционном счете и просто докупать себе пакеты долей компании, увеличивая портфель инвестиций в нашем проекте. Для людей, кто активно развивает партнерку, у нас есть инструменты партнера. В разделе инструменты партнера личного кабинета Там есть план вознаграждения, с которым можно ознакомиться самому, который можно скачать и в дальнейшем рассказывать при помощи тех электронных устройств, на которые вы можете иметь эти слайды и доносить информацию до своего окружения. Это реферальные ссылки, которые являются первым инструментом. Благодаря именно им у вас появляются первые реферальные партнеры. Если они что-то приобретают, вы начинаете зарабатывать. Для тех, кто хорошо себя чувствует и плавает в мире интернета, занимается инфобизнесом, у нас есть баннеры разного размера, разного вида, которые вы можете установить на своей интернет-странице в виде сайтов и блогов. Эти баннеры будут 24 часа в сутки привлекать людей на наши интернет-ресурсы. Эти люди могут потом регистрироваться и быть вашими потенциальными, а потом и реальными партнерами по развитию нашего проекта. Раздел новостей в разделе события также выглядит как инструмент, потому что у нас есть кнопки соцсетей. Любую понравившуюся новость вы можете разместить на своих страницах, выбрав ту соцсеть, в которой вы зарегистрированы. И эту новость увидят люди, которые являются по отношению к вам друзьями в этой социальной сети либо в группах, в которых вы там находитесь. Они могут также перейти на интернет-ресурсы. К этим новостям из личного кабинета прикреплена ваша реферальная ссылка. К инструментам относятся подобные вебинары. Вебинары по партнерке. Большое количество обучающих мероприятий, которые проходят у нас в режиме онлайн. Следите, пожалуйста, за расписанием. Это оффлайн-мероприятия, живые презентации, которые, скажем так, освещены у нас на целом ряде страниц сайта Skyway Capital. А на сайте Unitsky, www.unitsky.com, выходит расписание совместно онлайн и оффлайн-мероприятий с указанием точного адреса и времени проведения презентации в том городе и в той стране, которая указана в расписании. Периодически промо-акции, которые у нас случаются, я думаю, что в ближайшее время при переходе с одного этапа на этап, возможно, у нас появятся какие-нибудь декционные пакеты. В разделе событий, расписание вебинаров вы можете найти расписание этих мероприятий, онлайн-мероприятий, живых мероприятий, кто ведущий, ссылки какие для того, чтобы войти в комнату. Все там можно найти. Было бы желание. И есть возможность, как я вам уже говорил, обращаться в режиме онлайн 24 часа в сутки в нашу службу информационную или службу технической поддержки, как со страницы сайта, так и со страницы личного кабинета. То есть каждому сегодня предоставляется отличная возможность стать инвестором. То есть в последнее время мы все чаще слышим подобные выражения, подобную информацию, что инвестируйте туда-то, инвестируйте еще куда-то. Но, как правило, серьезные инвестиции, которые есть в мире инвестиций, они за собой влекут и серьезные вложения денежных средств, больших сумок. Для того, чтобы стать инвестором в нашем проекте, не нужно быть просто суммом в начале этого проекта. То есть вы можете, скажем так, проинвестировать ту сумму, которую вам комфортно проинвестировать. Вам не нужно тратить последние деньги. Вам не нужно изымать эти денежные средства, скажем так, из оборота вашей семьи. То есть лишать своих близких того, к чему они привыкли. Поэтому вы можете просто стать совладельцем любого пакета акций, который у нас есть, при этом затратить там 3, 5, 10% своего ежемесячного дохода, больше не надо. А далее популяризируя наш проект, просто-напросто зарабатывать по партнерской программе и увеличивать портфельные инвестиции в нашем проекте. То есть сегодня у вас у каждого есть возможность приложить физические усилия, моральные, духовные. А потом гордиться тем, что вы приняли участие в реализации грандиозного проекта, который, скажем так, имеет значимость для всей Земли. Вот. И не прошли мимо него. На данном слайде вы видите наши координаты. Город Москва, улица Щепок, строение 1, дом 22. На шестом этаже мы здесь находимся. Нас периодически посещают наши инвесторы. Вот сегодня буквально был человек, сестра нашего инвестора из Киргизии, пришла посмотреть, где находится офис и так далее. Ну и координаты нашей компании, наш сайт и адрес электронной службы поддержки. Сейчас я бы хотел увидеть ваши вопросы. Вот Наталья написала, что регистрировала знакомого по своей ссылке, в форме регистрации фигурировала моя почта. Однако, когда пришло ему на почту, там указывалось, что у него нет рекомендателя. Смотрите, Наталья, первое, что ему нужно проверить, если он зарегистрирован, у него есть личный кабинет, зайти в профиль и посмотреть, есть ли у него наставник. Если этого нет, крайне редко, ну вот сбои такое у вас случился, да, пишите сразу сейчас в службу технической поддержки, что тогда-то, тогда-то прошла регистрация. Если у вас еще есть какой-нибудь возможный скриншот, да, если вы это делаете, предоставить, будет еще лучше. Но не оставляйте это в долгий ящик, да, то есть пишите об этом сразу, вот, говорите об этом сразу. Специалисты нашего IT-отдела на это обратят внимание, посмотрят, что у вас там сложилось в ситуации и постараются максимально быстро вам помочь. Вы знаете, вот до недавнего времени звонок с сайта работал. Я вам сейчас сразу не отвечу, да, но я сейчас этот вопрос уточню, потому что нам звонили и без проблем наши менеджеры отвечали на звонки с сайта. Ну, всякий раз и не надо обращаться. В поддержку вообще нужно обращаться тогда, когда это нужно. В любую поддержку. Нет, Наталья, у нас не уходит половина людей мимо. То есть если все сделано правильно, да, если, скажем так, мы не пытались где-то поторопиться и дать человеку ссылку, либо человек мог сначала зайти на наш сайт по вашей ссылке, потом выйти, потом вечером вспомнить, что да, вы давали ссылку, но найти что-то другую и так далее. Ну, этот процесс желательно контролировать, как в любой партнерской программе. Мало того, у нас в личном кабинете новом сейчас, который, да, вот проходит бета-тестирование, так называемое, есть возможность для того, чтобы это не случалось, и чтобы вы были уверены, да, в том, что вы делаете, и чтобы партнеры попадали под вас, в принципе, осуществлять регистрацию вы можете сами. У нас появилась кнопка регистрации нового партнера в личном кабинете каждого партнера. То есть вы заходите, у вас есть зарегистрировать нового партнера, вы вписываете его электронную почту, вводите его данные, и дальше процесс идет уже как часы. Данная возможность появилась в новом личном кабинете, в старом такой возможности не было. Наталья, ну я могу вам единственное сказать, вот то, что я ответил, да, вы, если так произошло, и вы видели картину, да, действительно, когда человек выходит на регистрацию, указывается там адрес электронной почты и так далее, вот, не знаю, нажимали ли вы какие-то еще другие кнопки в момент регистрации, но если это случилось, напишите в службу техподдержки, вот, позвоните нам по телефону, который видите здесь, да, поговорите с менеджером, если есть такая возможность, и дайте этому делу ход, потому что если вы еще раз меня спросите, что он и расскажет, как он это сделал, но не обратитесь в техподдержку, ничего не поменяется. Вот такие дела. Если у вас больше нет вопросов, касаемо, скажем так, того, что я сегодня дал информацию, завтра у нас, если не ошибаюсь, четверг будет такая же презентация в 18 часов по Москве, на час позже, вот, сегодня у нас обычно, скажем, по средам были вебинары, посвященные личному кабинету, не так много людей приходило, там тоже около десятка человек, поэтому мы сейчас, вчера, на прошлой неделе и на этой неделе мы провели презентации, дальше будем смотреть, то есть сейчас у нас будет снова новости, связанные с технологией, новости, связанные с переходом на новый этап и так далее, ведутся работы с личным кабинетом, у нас уже в новом кабинете 12 языков, на которых вы можете получать информацию, доносить ее до окружения, поэтому то, что непростая процедура исправления, ну, в принципе, это правда, она не может быть простой, потому что нужно задействовать, скажем так, людей, которые исправят, скажем, это в дереве, в схеме, передвинуть людей туда, куда нужно, там было движение денежных средств, если была проплата, либо что-то еще и так далее, это не просто, но, тем не менее, это исправимо, но если вы не напишите, то не исправят, вот таким вот образом. У меня на этом все, я вижу, что вопросов не возникает, до новых встреч на вебинаре, завтра партнерская программа, в пятницу в 13 часов, точнее, завтра у нас вебинар, презентация, а в пятницу партнерская программа. Вот, Нина, вы пишете, что вам нет смысла приглашать, вы знаете, огромное количество людей приглашает партнеров, зарабатывают деньги и так далее, но если вы примете решение не приглашать, это будет ваше решение, если вы хотите решить проблему, я считаю, значит, нужно ее решать, техподдержка, связь техподдержка, и решение, вплоть до решения вопросов. Проще всего сказать, что нет смысла приглашать, но если нет, значит, не приглашайте. Вот я могу сказать следующее, заставить вас никто не может. У нас есть люди, это единичные случаи, но вопросы решаются. Я знаю, что они решаются, если возникают такие проблемы. У нас иногда люди ссылки путают, и даже в этом случае идут на встречу, скажем так, и решают вопрос. А если вы все делали правильно и прочее, и это будет прослежено в админке, это сейчас можно проследить, соответственно, вам все исправят, если был сбой. У меня на этом все. Хорошего вам вечера, здоровья, любви и денег, и до новых встреч на наших вебинарах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!